Вы думали, посмотрите, Виктория Комова, призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира, конкретно вот прям на разных высоких брусьях, одна из лучших гимнасток вообще нашей истории. Вик, давай сразу с листуновой начнем. Оценка 15 за 15, это уже прям вот уровень, ну, медали чемпионата мира. Вы можете смотреть только что оценку... Даже Олимпиад. Да, оценку в финале Олимпиад было бы второе место. Да. Что такого великого делает Комова? О, Листунова. Листунова. Мы очень похожи. Во-первых, у нее очень сложная базовая оценка. В чем это проявляется? Просто вот как набирается эта база вот такая сложная? За счет сложных элементов. У нее, по-моему, 6,7. Самая сложная здесь база. Это элементы. Вот мы видим ее пофору как раз. Да, можем прям сразу показывать, что из этого прям ультра сложно. Связку у нее, по-моему, есть шапка в Хиндорф уходит. Это одна из сложнейших самых связок. Сейчас она сделала, если я не ошибаюсь, ткач-пак. Связка у нас идет. Вот, Хиндорф. А, она не уходит в пак. Это очень сложный элемент. Это очень сложная базовая стоимость. И соскок обычной винзадии. Здесь надо говорить еще про качество исполнения, потому что ты можешь себе набирать какую угодно базу, но ты, во-первых, пойди с ней справься, во-вторых, пойди сделай так, чтобы ты этими сбавками за частоту исполнения в итоге нивелировал эту базу. Да, у нее очень много связок, именно элементов. То есть Хиндорф, пак, это одна связка. У нас есть разные элементы, допустим, оборот, стойку или закладка. То это намного сложнее сделать с закладки элементы. Я как-то видел ее программу на базе. Она четыре перелета подряд соединяет, когда делаете максимальную программу. Давайте послушаем саму Викторию Листунову. Олимпийская чемпионка Виктория Листунова куда-то в космос улетела своей оценкой. Вы, когда делали упражнения, зал не дышал. Мне кажется, волновались за вас все. Сами волновались сильно? Конечно, волнение присутствовало. Хотелось все-таки сделать уже от начала до конца, потому что перед этим два дня подряд мне не получалось сделать полностью базовую стоимость, которую планировала. И очень рада, что я здесь все-таки собралась и сделала от начала до конца. Наверное, дополнительное волнение придавал тот факт, что девчонки перед вами выступали все ровно, были достаточно высокие оценки. И пришлось так ва-банк идти, можно сказать. Ну, возможно, да. Хотелось показать свое особое исполнение. Очень рада, очень приятно, что очень многие люди за меня болеют. Приводят меня в премьер. Мне прям до безумия рада, но при этом чувствуется еще больше ответственности. Не хочется давать заднюю из-за этого и хочется продолжать показывать такую же гимнастику. Когда сами сделали всю программу, понимали, что настолько высокая оценка будет? Ну, это же прям вообще топ-уровень. Очень надеялась, что будет такая оценка. Я понимала, что вот все, я достаточно очень неплохо сделала, по своим ощущениям я это понимала, что шансы есть. И с надеждой большой, так скажем, с перевесом того, что будет такая оценка, я дождалась ее. Поздравляем, у вас очень красивый купальник. Спасибо большое. Спасибо. Виктория Листунова вообще прекрасна. Всегда у специалистов на снарядах очень ценится, когда они выделяются немножко своей какой-то такой идентичностью, своей особенностью. Вот я просто обожаю начало программы у Ульяны Перебеносовой. Скажу про Вику, извини, пожалуйста. Про Вику давай еще, да. Да, у нее идеальные линии, у нее очень красивая линия. Тогда я теперь Перебеносову первый самый перелет, и как она в него потом приходит в эту жертву? Это сложнейший перелет, потому что надо взяться скрестно и уйти в еще один элемент. Я очень рада за Ульяну, потому что у нее очень часто не удавался этот элемент, она постоянно с него падала. И какой старт, я уже на нее смотрю, она стабильно его делает, вообще огромная молодец она. Ну, тренер же скажет, да ладно, уже бросай, Ульяна, давай понадежнее. Тренер никогда так не скажет. Тренер как раз из тех, кто давай-давай упирается. Да, ну и от спортсменки очень много зависит. Если она хочет добиться своей цели, если она хочет сделать этот элемент, она всегда его сделает. Ну вот у нас Ульяна Перебеносова сегодня стала третьей. Второе место завоевала Диана Кустова. Впереди у нас мужчины на кольцах, да, Артур Далалаян. Он в финал сегодня пришел, даже странно, что было тяжелое многоборье. Ну и давай еще, Вик, буквально коротко, как у тебя в целом борьба на снаряде сегодня. Но это же реально уровень финала чемпионата мира 100%. Да, когда мы выступали, была такая же практически борьба. И сейчас я удивлена, что молодое поколение продолжает наш путь. И все так же круто делают для нас брусья. Классно. У нас впереди реклама, а потом кольца. Финальный снаряд.